Всем привет, в этом видео я разберу не самый популярный вид компьютерных аксессуаров – коврики для мыши. Этой составляющей редко уделяют достаточно внимания. Лишь заядлые геймеры знают, что от хорошего коврика может зависеть комфортное пользование компьютером и исход раунда в онлайн баталиях. Сегодня я отобрал 7 лучших моделей с Алиэкспресс, которые подойдут для различных задач. Ссылки вы найдете в описании под этим роликом. Ну что ж, поехали! Начну с простой модели от не самого популярного бренда под названием Аузипо. Тем не менее, с продажами у товара проблем нет. Да и отзывы пользователей на Алиэкспресс в основном носят хвалебный характер. Данный коврик можно купить в четырех вариациях размеров. Самый маленький – 25х30 сантиметров, а самый большой – 90х40. Про толщину производитель умалчивает, но судя по пользовательскому опыту, можно предположить, что она здесь в районе 3 мм. В материалах используется стандартная ткань для поверхностей и резина для основания. Коврик поставляется в свернутом состоянии и первое время будет выглядеть слегка помятым. Через время волны сглаживаются и поверхность выравнивается. Запах резины – еще одна особенность первых дней использования. Но опять же, нужно дать ковру пару дней, чтобы все специфичные ароматы выветрились из него. Насчет стирки также нет официальных рекомендаций, но покупатели говорят, что это возможно и девайс легко переживает данную процедуру. А вы уже подписались на девайс? Если нет, то не теряйте времени и сделайте это прямо сейчас, я буду очень вам признателен. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов на канале. Следующим героем подборки стал ковер от бренда Юбита. В этот раз выбор различных габаритов стал еще шире. Можно взять как совсем небольшой коврик размером 25х21 см, так и гигантское полотно 120х60 см. В промежутке с ними есть еще 6 различных вариаций. В общем, каждый найдет версию на свой вкус. В качестве основного материала в этот раз использована искусственная кожа, причем с обеих сторон. Соответственно, коврик двусторонний и нет принципиальной разницы в его расположении на рабочем столе. Стирка нежелательна, так как кожа может заметно сесть после нее. Лучше использовать щетку и влажную салфетку или тканевую тряпочку для чистки пятен и прочей грязи. Края ковра прошита аккуратной строчкой. Покрытие водоотталкивающее, что, впрочем, свойственно почти всем моделям из таких материалов. По цветовым решениям имеется 11 вариантов на выбор. В 10 из них используется два разных цвета для двух сторон коврика, а одна из модификаций осталась однотонной. В комплекте с ковриком идет небольшой ремешок, с помощью которого можно зафиксировать его в свернутом состоянии. Как вам этот ковер для мыши? Купили бы себе такой? Обязательно поделитесь вашим мнением в комментариях. Далее на очереди еще одна популярная на Алиэкспресс модель от производителя Kim's Note. На выбор предлагается три расцветки разной степени насыщенности серого цвета от совсем темного оттенка к светлому. По размерам спектр более богатый. Ширина варьируется от 25 до 50 см, а длина от 30 до 120 см. Всего доступно 8 различных вариантов. Главная особенность этого ковра – войлочное покрытие. В основании использованы пластиковые пупырчатые вставки для предотвращения скольжения. Надо сказать, что в холодное время года пользоваться таким ковриком очень комфортно. Он сохраняет тепло, да и в целом оставляет приятные тактильные ощущения. Загрязнения на таком типе поверхности практически незаметны, поцарапать его также невозможно. Разве что могут застревать мелкие крошки, если пользователь привык есть за компьютером. Коврик можно использовать и для письменности, ручка не будет проваливаться на бумаге. Со скольжением мышки также никаких проблем не возникает. Это безусловно не самое скоростное покрытие, но для большинства пользователей оно закроет все потребности. Кстати, не забудьте заглянуть в мой телеграмм, там ежедневно публикуются топы и обзоры различного железа и компьютерной периферии. Ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь на канал, с девайс не заскучаешь! В середине топа оказалась стильная модель от компании Midnight Star. В этот раз на выбор предлагается 11 вариантов с различной длиной и шириной. А кроме этого можно выбрать и толщину коврика 2, 3 или 4 мм. Цена, как обычно, зависит от размера. Габаритные ковры стоят дороже компактных, что совсем не удивительно. Нельзя не отметить широкий выбор принтов, которых здесь 15 видов – от анимешной стилистики до киберпанка. Выглядят они стильно и качественно, использована шестицветная печать методом горячего прессования и сублимации краски под высокими температурами. Со временем принт не выцветает и не теряет свой товарный вид. Но стоит обратить внимание, что на больших размерах разрешение печати будет уже не таким высоким, можно заметить небольшое размытие. Края прошиты двойной строчкой, основание сделано из стандартной противоскользящей резины, а в качестве материала поверхности использована ткань с полиэстером. Такая смесь обеспечивает баланс между скоростью и контролем. После разворачивания коврик быстро принимает свою исходную форму. Стирки в машинке лучше избегать и использовать для очистки девайса стандартные приспособления, вроде щетки с мягким ворсом и влажную тряпку. Если вас заинтересовала какая-либо модель стопа, загляните в описание, там есть ссылки на все ковры. Актуальный ценник можно уточнить непосредственно на страничке товара. Подборку продолжает, пожалуй, самый необычный коврик из всех. Он сделан из двух материалов, и если к искусственной коже мы уже успели привыкнуть, то алюминиевую поверхность увидишь не каждый день. Купя с аккуратной хромированной окантовкой, коврик выглядит очень стильно. Выбор размеров не самый богатый, большая часть модификаций просто раскуплена, и в наличии осталось лишь несколько вариаций. Все они достаточно компактные и не превышают 24 сантиметров по одной из сторон. Вы уже, наверное, догадались, что коврик считается двусторонним. То есть можно работать как на алюминиевой поверхности, так и на кожаной, тут уж кому как удобнее. Ухаживать за ковром довольно просто. Он легко протирается любой тряпкой или влажной салфеткой. Следов какой-либо грязи почти не остается. Многих наверняка интересует вопрос скольжения и совместимости. Итак, коврик без проблем работает с любыми типами сенсоров, будь то лазерная или оптическая мышь. Шум от скольжения по алюминию будет неизбежным. Если пользователя это сильно напрягает, то в комплекте производитель положил набор силиконовых накладок. Их можно приклеить как мышки, если планируется использовать металлическую поверхность в качестве основной, так и на сам коврик, если он будет лежать на столе алюминиевой частью вниз. В целом я бы сказал, что такая модель отлично подойдет для офиса. Будьте уверены, коллеги по работе обзавидуются, увидев ваш коврик. Медленно, но верно двигаемся к концу. На очереди у меня модель от довольно известного в локальных масштабах бренда Fantec под названием Zero-G MPC 450. Существует также версия MPC 900. Цифры в конце обозначают длину коврика 45 и 90 сантиметров соответственно. Последнюю тяжело поймать в наличии, поэтому будем рассматривать более компактную модификацию. Впрочем, кроме как длиной, они ничем и не отличаются. Среди материалов можно заметить привычные ткань и резину. Вот только разница между этой моделью и более бюджетным сегментом заметна невооруженным глазом. Ноунейм бренды стараются максимально сэкономить на качестве этой составляющей. Fantec же использует приближенные к премиальным материалы. Это касается и крутого противоскользящего покрытия в основании и качественной гладкой тканевой поверхности. Мышь на таком ковре скользит буквально как по маслу, геймеры определенно это оценят. Коврик намертво прилипает к рабочему столу. Даже активная работа с мышкой не заставит его сдвинуться ни на йоту. Хорошее резиновое покрытие отлично справляется со своей задачей. Дизайн максимально простой и в то же время стильный. Яркая красная окантовка с четкой и ровной прошивкой вкупе с черным основным цветом и логотипом компании в правом верхнем углу. На десерт я оставил единственную в подборке модель, оснащенную RGB-подсветкой. Выпускается она под местным брендом ACOTOP. При этом компания совсем не стесняется использовать в дизайне логотипы популярных производителей геймерской периферии, вроде Asus, Razer или MSI. Всего доступно 18 цветовых решений с разными принтами и 14 вариантов различных сочетаний по длине и ширине. Толщину коврика также можно подобрать на свой вкус – 3 или 4 мм. Материалы стандартные – ткань и резина. Подсветка подключается по USB-интерфейсу. Блок управления находится на левом краю коврика. Он же отвечает и за смену режимов подсветки, которых тут 9. Само собой, никакое специализированное ПО здесь не предусмотрено. Тем не менее, в темноте пользоваться таким ковриком – одно удовольствие. Подсветка хоть и работает только по контуру, но всё равно создаёт особую атмосферу. При желании можно её вовсе отключить. Такой коврик отлично подойдёт для геймерской системы с соответствующим стилевым оформлением. Ну что ж, мне пора закругляться, надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Ссылки на все коврики вы найдёте в описании. Напишите в комментах, какую модель вы бы себе приобрели. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Увидим, уже очень скоро. Всем пока!